Слово Я от всего отказался и все почитаю за ссор, лишь бы возрасти в познании Господа Иисуса Христа. Действительно, слава Богу за Духа Святого, который, когда мы говорим Ему «Да», что когда мы принимаем Его, мы открываем свое сердце для того, чтобы Дух Святой имел право работать внутри нас. Когда мы говорим Ему «Да», когда Он стучится, Он приходит и вечеряет. Если немного отклониться от темы, то почему, когда Господь давал откровение Иоанну Богослову на острове Патмосе, что такое вечерять, культура того народа, о котором Он говорил, располагала как раз к тому, что вечером, вечер это было время. Завтрак подразумевал собой легкие перекусы, работу, обедать тоже могли на дороге или где остановились. Но ужин был в традиции тогда именно таким временем, что к этому моменту, когда приходили домой, потом мылись, очищались, одевали чистую новую одежду и располагали на то, что время будет занято много часов, потому что ужин был временем, когда люди ложились на ложе и когда ели и общались, принимали пищу и говорили и рассказывали, что было за день, что происходило, как происходило. И это занимало очень долго времени, поэтому Иисус Христос сказал, сестаю и стучу, и если кто услышит, отворит, я войду и буду у Бога, буду вечерять с Ним. То есть я буду с Ним на долгое-долгое время. Господь не пришел к своей цели для того, чтобы прийти и прикоснуться и посетить всего раз, и посетить ненадолго. Нет, Господь хочет прийти в нашу жизнь. И Его цель, чтобы, когда Он пришел, делить с тобой все твое время. И как собеседники, и как учителя, и как ученики для своего Учителя. В общении с Ним, мало-помалу, Господь Духом Святым, Отец наш Небесный, Духом Святым, начинает работать с каждым из нас, внутри нас, и подводить нас к тому, в чем жизни нашей надо работать, чтобы облечься в образ нашего Господа Иисуса Христа. И чтобы действительно стать достойной жертвой, благоприятной, то есть благой, то есть доброй и приятной, можно сказать, настолько доброй, что прямо приятно, если так человеческими словами. Во всей полноте, приятной и угодной, чтобы удовлетворить и порадовать Бога. Так вот, Иисус Христос Духом Святым начинает общаться с нами и приводить нас к тому, что необходимо еще вымыть, необходимо еще очистить, от чего необходимо еще отказаться и почесть за мусор, за ссор, за грязь, чтобы узнать и познать Его больше, и чтобы с Ним можно было разговаривать как можно лучше. И сегодня, о чем я хотел бы говорить, та вещь, описана как раз в этой главе, в Исходе 32 главе. И хочу сегодня говорить, как вещь, от которой необходимо нам стремиться избавляться, вещь, от которой необходимо отказываться, из которой придется в жизни, конечно, много бороться и много трудиться, но сегодняшнее слово для того, чтобы выявить и показать ее, чтобы она была перед нашими глазами, и чтобы в молитве могли отдавать, и в слове возрастать Бог. Описано в этой главе, и я начну ее читать действительно с самого начала. 32 глава, с 1 по 4 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, «Выньте серьги золотые, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону, он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обдел его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской». Здесь рассказывается история о том, как в присутствии Божьем, в реально мощном присутствии Божьем, написано, когда громы и трубы и глаз среди грома, а потом облако сошло, и просто было облако, облако славы, облако на горе. И знаете, мы все знаем, как Господь проявил себя в этой истории, как он сделал себя, но давайте посмотрим с самого начала. Действительно, чего хотел народ Израилев здесь, в этих стихах, о чем он писал, о чем он обратился к Аарону, какая цель была? На самом деле, очень хорошая цель, когда они пришли к Аарону. Когда они пришли к Аарону, они сказали, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Они сказали о том, что мы хотим видеть Бога. Я не говорю, что мы хотим видеть Бога, они сказали. Они сказали, «Мы хотим видеть Бога, мы хотим Его видеть, нам нужен Бог». По сути, народ уже знал, что им нужно. Им нужен Бог, без Бога никуда. И эти первые четыре стиха описывают о том, как они хотели Бога, и что они вылили Его. Что Аарон взял серьги, вылил Его, имеется в виду, сплавил Его из золота, обложил резцом, и вот появился Бог. Что написано до этого? С 20 главы написано, когда, если не открывать, так мимоводом говорить, в это же время, когда это все происходило, что было? С 20 главы написано, с 20 главы по 24 главу. То есть 20, 21, 22, 23 глава. Господь, Бог, Бог Вседержитель, Бог Иегова, Бог Адонай, Господь, Бог воинств, Он разговаривал со Своим народом на протяжении четырех глаз, Он говорил голосом, Сам, лично к ним. Но что случилось с 24 главы? Написано, в 24 главе, Господь вызвал Моисея, вызвал Иисуса Навина, людей, старейшин, и сказал, теперь отделите мне их, теперь выведите мне их, предстаньте передо мной, а Моисея я беру лично один сам, он идет ко мне. Он говорит, я иду с ним общаться. Так, Господь забрал лидера, того прообраза Божьего. В какой-то части мы можем сказать, часть присутствия Божьего даже, часть Божьего присутствия, видимую часть Божьего присутствия, через которое происходило, Господь забрал к себе на 40 дней. Вот что происходило в это время. И сейчас описывается, и в 32 главе описывается конец вот этого времени, когда Моисей был с Богом там, на вершине. А с 25, скажем так, в 5 главы по 30, как раз с 1, Господь общался с ним. И открывал ему свои тайны. Открывал ему, что он хотел видеть, как он хотел видеть, что нужно для народа Божьего. И если мы будем думать действительно, желание народа Божьего, оно было плохим, чтобы хотеть Бога, чтобы Бог был перед ними. Задайте действительно вопрос каждый сам себе. Плохо ли это, желать Господа, желать видеть Бога? Желать слышать Бога, желать чувствовать Бога? На самом деле дело это доброе. И Господь более того призывает нас, чтобы мы чувствовали, переживали Его, ощущали Его и жили с Ним. Это Его желание для нас. Тогда в чем же была ошибка этого народа? В чем был их грех? Почему Бог совершил великое, потом наказание? Ответ находим в этой же главе, 32 главе, с 7 по 9 стих. Исход 32, с 7, 9 стих. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ Твой, который Ты вывел из земли египетской». Мне нравятся эти слова. «Ибо развратился народ Твой, который Ты вывел из Египта, из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им». То есть быстро уклонились они. «Сделали себе литого тельца, и поклонились Ему, и принесли Ему жертву, и сказали, «Вот Бог Твой, Израиль, который вывел Тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ Он жестоковыйный». Вот в чем была, скажем так, заквозка. Или в чем была проблема? Или в чем была неправда Божьего народа при всем его желании видеть Бога? Что такое жестоковыйный? Господь сказал, что потому что народ сей жестоковыйный. Вот таким я вижу этот народ. Если смотреть, как переводится это слово, жестоковыйный, старое славянское слово, сейчас оно интерпретируется, объясняется как упрямый. Поэтому Господь в последнем стиле сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ этот упрямый». Упрямый подразумевает за собой, если открыть, это стремящийся поступать по-своему, это не уступчивый, не сговорчивый, не поддающийся уговорам, настаивающему только на своем, не принимающий ни советов, ни приказаний, а делающий свое сам и по-своему. Вот в чем Господь видел грех этого народа. И Господь как раз и говорит об этом, говорит о том, что говорит, когда совершался жертвенник, он написан, но он сердцевидец, смотрел тогда в это время, и думаете, Бог не видел, что хотели они Бога? Видел, но он видел их сердца, что помимо того, что они хотели Бога, просто Бога, они хотели Бога, своего личного, такого Бога, который бы их удовлетворил. Бог, который действительно бы удовлетворил их, удовлетворил их желания, их стремления, потому что если мы прочитаем чуть-чуть выше стих, на шестой стих, шестой стих, хорошо, возьмем даже пятый. Увидевся, Аарон поставил перед ним жертвенник, перед Богом, которого вылил, говоря, завтра праздник Господу, и на другой день они встали рано и принесли все сожжения, принесли жертвы мирные. Надо же, все принесли. Бог, действительно, Бога вылили. Видим, наконец, этого Бога, ощущаем Его славу, принесли Ему жертву, поставили мирные жертвы и начали, что написано дальше, а после стал играть народ. Стал радоваться. Бог пришел на это место. Кажется, ведь все в порядке. Для народа все было в порядке. Интересная ситуация, когда Бог говорит о том, что, говорит, хотели меня, они хотели меня, они хотели очень меня, очень меня хотели. Хотели так, что стали делать, стали сами строить по своей воле. Они стали и сделали так, что сделали своего Бога, думая, что это правильный Бог. Стали приносить Ему жертвы, все жертвы Ему принесли, стали радоваться, веселиться, а Бог на это время смотрит и говорит, что они делают. Бог говорит Моисею, вот народ Твой, который Ты вывел, сейчас они вылили себе истуканы и поклоняются Ему. А ведь желание было, доброе и хорошее, замечательное было желание. Что же получается? Бог, когда мы ищем Его, когда мы хотим приблизиться к Нему, есть что-то, что Бога от нас может отдалеть, что может действительно настоящего Бога закрыть от нас, дав что-то, то есть появившись в жизни нашей, что-то мнимое. И одна из вещей, это то, о чем я хочу сегодня проповедовать, говорить, в жизни ли это христиан, в жизни ли это новообращенных людей, или в жизни, которые располагают в сердцах своих к Богу. То, что мешает нам быть по-настоящему с Богом, и что Бога, Богу действительно, Бога очень огорчает, и ни в коем случае Ему не нравится, это упрямство. Это упрямство. И другая вещь, которую я тоже потом скажу, о которой я потом заикнусь. Получается, упрямство очень сильно отдалило их от Бога, если читать исход. И насколько сильно отдалило это их от Бога, если мы посмотрим по результатам. В 32 главе уже в 10 стихе написано, я почитаю 9 и 10, и сказал Господь Моисею, я вижу народ этот, и вот народ он жестоковыни, то есть народ этот упрямый. Итак, оставь меня, говорит, так он говорит Моисею, итак Моисей, уйди сейчас от моего лица. Он говорит, сейчас оставь меня. Да воспламенится, то есть Моисей сдерживал гнев Божий, он говорит, да воспламенится гнев мой на них, и я их истреблю, я их уничтожу. А от тебя произойду, я произойду от тебя народ, говорит, от тебя я народ сделаю. Получается, Богу не просто не нравится наше упрямство, Бога не просто разделяет его, но когда мы и сидим на этом, как говорится, Бога действительно даже принять этого не может. Тогда как мы можем это принять, и радоваться, и веселиться, и поклоняться этому. так в чем же проблема? В чем же получается проблема? Почему Богу, Богу так чуждо упрямство и чуждо своей воли? потому что когда вот тут мне нравится потому что написано Бог нас, Бог наш, Бог невидимый. Мы согласимся с этим местописанием, правильно, церковь? Аминь. Бог наш написан есть Бог невидимый, то есть Бога, которого нельзя увидеть, и это не случайно. Для всех нас Бог стал невидимым, потому что то, что мы не видим, то, что не имеет границ и не имеет себе представления, в это мы можем по-настоящему верить. Евреям 11 глава 3 стих говорит о том, что верою из невидимого произошло видимое. И написано, что Иисус Христос стал образом Бога невидимого. Говорит о том, что видимое происходит только воздействием веры, воздействием веры в невидимое, и оно уже само творит видимое. Оно уже само творит результат, а не человек делает результат. что показывает упрямство в нашей жизни. Действительно, упрямство показывает нашу внутреннюю сущность, потому что, потому что, где приходим мы, где мы говорим, что Бог, часто такое есть у людей, когда они приходят к Богу, и когда приходят к Богу, приходят с двойным отношением, желая прийти к Господе, вот он я, и не возьми меня, пошли меня, но будь, помните, кажется, в ту среду я проповедовал о том, что совлечься своей старым образом, старой плотью, и совлечься новым духовной плотью, что написано, не лгите друг друга, совлекая свою ветхую плоть с новой духовной плотью, не лгите друг другу. Он говорит о том, что когда мы начинаем Богу служить в упрямстве, если в нашей жизни все еще остается целью я, целью какой-то достаток, какое-то свое, я скажу это чисто так, свое видение, если в жизни остаются в общении с Богом, и тут я уже говорю не просто в общении с Богом, как говорится, я простой, но верующий, только обращенный, здесь говорится, что люди хотели видеть Бога, они хотели видеть очень Бога. Друзья, братья мои, сестры, матери и отцы, мы же хотим видеть Бога, но вещь, что когда мы хотим видеть Бога таким, каким мы хотим, мы хотим его видеть Бога, видеть его, Настоящего Бога не получается А получается тот, который Бог, как говорится, допускает нам видеть Тот, кого мы хотим По жестокосердию Более того, что мы, конечно, не можем удовлетворить этим Богом Мы не можем порадовать Его этим Мы, конечно, не воздадим Ему этим славы Но самое тяжелое, что во время нашего упрямства и своей воли Когда оно есть, если оно есть в нашей жизни Господь перестает говорить в нашей жизни Перестает говорить в нашей внутренности, как это случилось с ними Господь отошел на какое-то количество времени На 40 дней, всего на месяц И здесь места подтверждают Восьмой стих говорит о том, что скоро уклонились они от закона Он говорит, что всего 40 дней Говорит, так быстро Он говорит, всего 40 дней назад я с ними разговаривал лицом к лицу Они слышали голос мой Они видели славу мою Земля дрожала, громы и глаза, и звуки трубные Он говорит, так быстро И что делает нас, что от присутствия и прикосновения Божьего Уводит нас так далеко Библия говорит нам о том, что одно из этого Это упрямство Это наше жестокосердие Это наше жестокосердие, жестоковынное, как он называет Которое называет упрямство То есть делать и совершать так, как это вижу я Так, как хочу этого я И Бог будет буквально действовать по моей указке И вот Бога, вот такого хочу, чтобы Он шел передо мной Вот такого желаю видеть передо мной Бога Порой Бог специально замолкает в жизни детей своих Специально отступает Чтобы написано Испытать сердца наши, что в них Для того, чтобы увидеть, что в них И Господь сделал своего рода испытание На этом роде, на этом народе Показав, что у них внутри И показав нам пример, что упрямство Одна из таких вещей Что упрямство в своей воле, в своей нраве Оно действительно, оно не просто удаляет нас от Бога Оно вообще забирает нас от Него И дает нам служить совершенно другому Богу Неизведанному нам То есть, на самом деле, ничего общего не имеющего с этим Богом Тогда, как мы можем приносить Ему жертвы И радоваться перед Его лицом Каким еще был этот народ? Ну, понимаете, и это не просто Господь сказал Господь в этой Моисей пишет в этой книге В этой главе Пишет о еще одном качестве народа Который присутствовал в них Еще одно качество И об этом качестве Мы можем прочитать В 25 стихе 32 главы Если откроем Я прочитаю его Это исход 32-25 Моисей увидел, что это народ Необузданный Ибо Аарон допустил его до необузданности К посрамлению перед врагами его Итак, еще одно качество Которое говорит Необузданность Необузданность Обозначает Ничем То есть, необузданный человек Это какой? Это означает человек Который ничем не сдерживается Его ничем нельзя сдержать Это говорит, что нет никакой власти Нет никакой управы над этим человеком То есть, он сам себе голова Необузданный человек Ему нельзя сказать Этого нельзя делать Он не слышит таких слов, человек Что еще такое? Это обладающим Как говорится с большой буквы Таким нравом Это прямо нравящим Как говорится Таким характером обладать надо Ничем нельзя сдержать Это просто неукротимые люди Итак Господь говорит О том, что народ Который был там в пустыне Что он был Написано Он был Жестоковыным То есть, упрямым И был необузданным Так же говорится о том Так же растолковывается о том Что необузданный Это человек Какой человек называется необузданным? Это человек У которого нет двух вещей Стыда И страха Двух вещей То есть, ему не стыдно Перед людьми И не страшно Перед ними То есть, внутри Такого понятия Как страх Перед кем-то Нет Только, ну Перед собой Быть может Но человек Разве может Бояться сам себя? Здесь, если отойти Мы должны вспомнить Друзья Есть великое качество Которое говорит Что Начало всякой мудрости Это что? Страх Господень Братья мои О, это великий Божий страх К чему я хочу Подвести К тому, что В нашей жизни Когда мы ищем Господа Необходимо Очень четко Следить за своим Внутренним человеком Потому что В искании Его В желании Чтобы благодать Божья Излитая на кресте И которая была Показана Иисусом Христом Его жизнью Чтобы Эта Благодать Когда мы желаем Чтобы она была Реальна И молимся Об этом Чтобы эта благодать Не была Выявлена Исключительно Благодаря То есть Чтобы она Не была Запрашиваема От Бога Посредством Наших Личных целей Наших Собственных Переживаний Нашего Видения Таким Богом Каким мы Хотим быть Потому что Тогда Когда мы Хотим Каким был Хотим Бога Таким Каким Мы Его желаем Видеть Или ожидаем Видеть Тогда Когда Господь Написано Почему написано Что Он Необузданный Написано Почему Необузданный И жестоковый Необузданный И упрямый Потому что Быстро Ухлонились И не от путей Моих Которых Я заповедовал Им Сделали себе Льтового Тельца Мы вспомним Все друзья Написано Я Первая заповедь Божья Написано Которую он дал Я Господь Бог твой Который Вывел тебя Из Египта Из дома Рабства Да Не будет У тебя Другого Бога Кроме Меня Написано Написано Не будет Никакого Также написано Не будет Никакого Изображения Или кумира Что на небе Верху На земле Внизу Под землей В морях Написано Перед лицом Твоим Почему Богу Очень важно Чтобы Бог Был Оставался И был Для нас Невидим Необразен Бог И Дух Святой И Его Желание И Его Понуждение Я имею ввиду Что Когда Бог Для нас Не является Картиночным Или каким-то Восприятием Почему Его Присутствие И почему Сам Дух Святой И почему Это великое Триединство Божие Остается Для нас Невидимым Потому что Когда человек Видит Человек Перестает Верить Человек Начинает Знать А каждое Знание Оно Надмевает Оно делает Человека Гордым Как говорит И 32 глава Делает Человека И упрямым Желание Видеть Бога И нежелание Ожидать Того Что Он Хочет Сам Для тебя Лично То есть Недостаточное Терпение Недостаток Терпения И веры Которая Заменяется Упрямостью Увы Приводит К очень Плаченным Ситуациям Нет Ничего Лучшего И Ничем Больше Мы не Доказываем Свою Любовь Богу Чем Послушанию Ему Чем Послушанию Его Слову И поверьте Божий ответ Тогда В вашу жизнь Божий ответ В нашу жизнь Тогда Действительно Не замедлит Явиться Потому что Нет ничего Больше Что отлучало бы Нас От Его Любви И И Да Будем Сынами Света Будем Сынами Совершенства Будем Оставляя Заднее Простираться Вперед Будем Действительно Смотреть На начальника И совершителя Веры Которой Написано Смирив Себя Был Послушан До смерти Крестной И пусть Дух Его В нас Возгорается И ведет Нас К Нему Все больше И больше Пусть благ Будет Господь Пусть блага Будет Имени Его И прославится Он В молитве В служении Дальше И в наших Жизнях Редактор субтитров Корректор А.Егорова